Гроза прошла, последствия остались. Жители многоэтажки на Мичурино достали топор войны и готовы пилить коммунальщиков. Старое дерево, которое рухнуло несколько недель назад, полностью перекрыло двор, но плакать из-за ивы готовы только жильцы. Рабочие разгребать завалы не торопятся. Наводить порядок поспешил городской дозор. Это дерево рухнуло на детскую площадку почти месяц назад. И все это время, возмущаются жители, коммунальщики не могут ликвидировать последствия стихии. Старая ива не устояла в грозу. Хорошо еще, что ветер свалил ее в пять утра, ведь дерево обрушилось прямо на скамейки. Теперь проход на площадку закрыт, что возмущает родителей. Детей сюда тянет как магнитом. За три недели малыши оставили стволы почти без коры. Чем дальше проходит время после того, как оно упало, тем конструкция менее устойчива. Это опасно, что может кого-то придавить, а в основном здесь ползают дети. И здесь уже вопрос о безопасности детей. Видимо, коммунальщики ждут, пока кого-нибудь придавят, сетуют жители. Ведь они полгода не могут добиться, чтобы на соседнем дереве тоже отпилили сломанную ветку. Когда на них свалилась новая напасть, горожане сами взяли в руки инструменты и убрали опасные сучки. Говорят, долбить рабочих бесполезно. Где-то в 10 часов утра я уже пошел в управляющую компанию и сделал заявочку на то, чтобы убрали все это дело. Ну и что, и что. Уберем, уберем, уберем. И до сих пор, значит, уберем. Руководитель управляющей компании на месте не оказалось. Но нам удалось связаться с заместителем директора по телефону. Даже здесь помешали. И в то же время мы очень много в центре накажены на больших соседей старых тополей. Мы на них отработали в центре. Мы не дошли. Дерево будет стилено 9-го числа и вывезено все. Если ваша управляющая компания откладывает исполнение заявок в долгий ящик, следует обращаться в жилищную инспекцию. Реакция оттуда не только ускорит коммунальщиков, но и ударит их штрафным рублем. Юрий Шумков, Андрей Снопиков, Городской дозор.